Жилье по праву. 15 детей-сирот округа получили квартиры путем судебных решений, вынесенных по искам прокуратуры региона. Как обживают свои законные квадратные метры, выпускники реабилитационного центра, расскажет Анастасия Матросова. Поздравляю с получением квартиры. Ключи теперь уже от своей квартиры получает Ярослав Сопин. Этого момента молодой человек ждал долго. В прошлом году Ярославу исполнилось 18 лет, пришло время начинать отдельную самостоятельную жизнь. Долгожданное жилье в центре окружной столицы молодому человеку, относящемуся к категории детей, оставшихся без попечения родителей, предоставили только после вмешательства прокуратуры. Мне обещали той осенью выдать ее, и была чуть-чуть такая задержка. Когда я уже обратился в прокуратуру, написав заявление, что мне задерживают по квартиру, прокуратура просто приняла свои действия. Предоставлять жилье детям-сиротам или детям, оставшимся без попечения родителей, должны согласно действующему законодательству, не нарушая права граждан. За этим внимательно следит прокуратура округа. Ее сотрудники регулярно проводят проверки исполнения органами местного самоуправления требований законодательства. В силу закона администрация обязана, органы местного самоуправления обязаны обеспечивать детей данной категории, сирот, оставшиеся без попечения родителей или из их числа благоустроенными жилыми помещениями. Если эта обязанность не исполняется, то мы со своей стороны реагируем, обращаемся в суд, понуждаем в порядке исполнения решения суда, обеспечить эту обязанность, реализовать и предоставить жилые помещения благоустроенные. Я думаю, что это наиболее действенный и эффективный способ, если органы местного управления самостоятельно не решают вопрос, то мы защищаем права детей и обеспечиваем гарантированные законом благо и законные интересы для детей данной категории. 55 детей данной категории нуждались в квартирах на Чукотке в 2021 году. На приобретение жилья из окружного бюджета выделили 133 миллиона рублей. Еще 6 миллионов было предусмотрено на ремонт этих жилых помещений. В целях защиты жилищных прав детей, оставшихся без попечения родителей, прокурорами муниципалитетов региона реализован весь спектр мер реагирования. Например, в сентябре прошлого года после вмешательства прокуратуры провиденского района, двое жителей, относящихся к данной категории, были обеспечены жильем. Также примером эффективного прокурорского вмешательства явилось объявление предостережения подрядчику и главе администрации городского округа ПИВЕК по факту затягивания сроков проведения ремонта квартир, подлежащих предоставлению детям-сиротам. Ремонтные работы активизированы, жилые помещения сданы в установленном контрактам срок. Всего на Чукотке в 2021 году заключено 32 договора найма специализированных жилых помещений, 6 квартир отремонтированы для последующего предоставления детям-сиротам. Путем судебных решений, вынесенных по искам прокуроров муниципалитетов округа, жильем обеспечены 15 детей данной категории. Анастасия Матросова, Арсений Гусев, Вести Чукотка.